Так, ребята, всем привет! У нас сегодня тема видео это самые распространенные вопросы, заблуждения и ответы на них от человека, который проявил желание поехать. Может, среди вас такие есть люди, которые хотят поехать, но как бы сомневаются. Какие-то у них есть непонятные, какие-то темы нераскрытые. Поэтому мы сейчас попытаемся от человека такого получить эти вопросы, и Дима даст ответы на них. Погнали! Почему ты не бегал в какой-то город работать, когда работал тут все? Потому что тут я отвезу, я завезу, закину и все. Я там залишился, потому что я втратил бы свои деньги, если я начал шукать там какую-то другую работу, я втратил бы свои рабочие дни, деньги, и поэтому я уже думаю, нормально, привези, я тут буду працювать. Хотя на самом деле можно найти лучше работу, лучше, там на 8 злотых, на 10 злотых, и отриваться больше. Это был стереотип, там я там працюваю. А, по посеке, смотри, деньги. То есть, каким процесс проживаниям? Сколько уходит заработок этих денег, и сколько ты можешь привозить на родину? За тиждень в тебе на харчування идеме десь 100 злотых, это максимум. Проживание тебе надается безкоштовно. Вот, так. А решту, пожалуйста, ты страдаешь себе. 100 злотых, это, чтобы вы понимали, за 620 гривен. Это в тиждень. Где вы в Украине тиждень будете жить за 600 гривен? Это, наверное, есть сушеные грибы, которые вы собирали на новой осенью. Или мивину. Или мивину, ну, как-то... У меня есть еще три вопроса, то есть, как бы... Вот я еду туда, да, работать, но при этом я люблю отдыхнуть там, то есть, там пацаны... Ну, то беги в место. В селецне там нема, не хочу почувать, хиба еще выйдешь в пивасик, я какого-то попьешь и я люблю, да. Так я и тут так могу жить. Ну, топ-то, ты любишь, ты любишь... Ну, я хочу отдыхать там, как бы, вот я поработал там, у меня выходной день, я хочу пойти и засветиться там, куда-то. А тебе в комиссию потребление? Да, это вопрос не к Диме, потому что Дима у нас работяга, он не отдыхал, наверное, нигде не тусил. Не тусил. Мы не можем отдать ответ, наверное, на вопрос. Завел в ступор всех. Ну, да, по сути, у меня больше вопросов нет. Так как это нет? А, я еду, хорошо, я еду первый раз, да? Насколько я не позволен ехать первый раз? Піврока максимум ты можешь перебувати, це еще где піврічна виза. Але ты можешь поїхати додому, там, відпочити місяць, чи там, два тижні, чи два місяці, и потім повернутися назад. А место работы зато сохраняется? Так. Серьезно, як це у нас берегается? Ну, как, ты просто говоришь, что мне нужно приехать домой, поехал, отточил, приехал, и продолжаешь працювать. То есть, это у нас, или у нас? У нас так было. Я не знаю, как это происходит на каких-то там фабриках, заводах, потому что я на таких фабриках не працювал. Но если ты работаешь в панах, то можно договориться, но это не так. Кто такой пан? Ну, пан – это человек, который дает тебе работу. Ты приезжаешь, например, в село, так? И человек, который дает тебе работу, который организует тебе житло, который всем заправляет, это и есть пан. Ну, это работает. По статусу пан, или что? Ну, так. Просто там так свертается. Пан Александр, пан, пани, там, Александра. Пан, пани. Пани, там, ну, это так. То есть, это просто культурное... Пан, это, это было ставление. И, кратч, это пани. Так, а какие вопросы, если он работал в селе? У меня вопросы и по городу, а не по село. А такой вопрос. А ты, Дима, готов сейчас ехать в Польшу, в город и работать на форс? На фабрики, где-то. Ясна речь, я готов ехать в город, потому что всем мне сильно понравилось, я хочу спробовать что-то новое, хочу спробовать пожить, попрацювать в городе. Так, я готов. Ну, а ты готова до того, что там могут быть какие-то сложности, например, в городе, там, ультрасы, какие-то националисты скажут, приехал тут украинец. Ну, что они сделают? Максимум, бьют меня. Это совсем не страшно. Главное, чтобы быстро. Ну, насправді, да, это жарт, это стереотипом. Насправді, до украинцев нормально относятся, никто там не щит. Нормально. Ну, а почему вообще стоит ехать в Польшу, а не остаться в Украине и зарабатывать себе здесь на счастливую жизнь? Это уже вопрос был. Ну, мы повторим, может, как это, как это, как это, потому что тут заработать нереально, ну, або очень сложно. Я вот работаю, сейчас мне нифига не выходит заработать. А там все простейше, там швидше можно заработать. Ну, это питание можно даже не обговорить, ехать в Акаду, и тут плюсы всюду. Минусы я тут навіть не бачу. Хи бачу. А за сколько реально по скорости открытия визу и, ну, вообще, все документы собрать, за сколько реально? Ну, близько, месяц. То есть, за так. А, может, чем можливо? А возможно это сделать быстрее? То есть, в принципе, все упирается в деньги. Если у тебя даже нет загранпаспорта, если у тебя нет даже наметки на визу, ну, тебе нужны знакомые, тебе нужна информация, как это сделать. То есть, если вот хочешь прям быстро сделать, быстро уехать за 2 недели, возможно это вообще или нет? Ну, что я вам? Ну, если я знакомый, если там, где-то через интернет можно найти агентства, сейчас есть много агентств, с которыми можно договориться и швидко оформить документы, потому что это может. Ну, то есть, вопрос только в деньгах, в количестве денег, который ты готов выложить, для того, чтобы уехать. Да, но я хочу сказать, что, навіть, если вы там где-то переплатите, если вы заплатите больше, можно ехать. У меня нет профессии, я не сказал бы, что я закончил какой-то офигенный высший заклад, это не важно, там вообще працюет, вся Западная Украина, каждый дверь, там, села, каждый дверь, они выезжают все в Польшу, один, дверь, один из семьи працюет, по-любому в Польшу, и в них нет никакой освяти, в них нет никаких оснастей. Ну, то есть, на нормальную работу, как бы, без образования все-таки нет. Можно влаштоваться. Ну, как? Ну, как без образования, вы понимаете? Виткиньте стереотип, баштуватися можно. Ты приходишь, вот здесь в Киеве, например, не мая освяти, ты приходишь там, в какой-то нормальный, там, ресторанчик. Да, и работаешь официантом. И працюешь официантом, там, за 8 штук, так? Так само ты можешь и в Польшу поехать, швиденько вивчити мову, там, и працювать этим же официантом, або помечником, официантом можешь працвать, и будешь отримать явно больше, чем 8 штук. Это не та работа, по которой я говорю, То есть, какой-то долг мы занимать, на какой-то фигуре. Для этого потребно навчаться, чувак. Ну, да, тут про ривень, да, ривень работы. Господи, снова, уровень, уровень, уровень работы, уровень качества работы, который приемлемый для вас. То есть, что, ну, для одного нормально, для другого, может быть, вообще не нормально. Но, мы сейчас рассказываем про, примерно рабочий уровень, ну, то есть, вот, работяги, работягам нормально пахать, где-то на заводе, на фабрике, на птицеферме, курей пасти, там, сено собирать. Тут, некое свитерзори не треба. Ну, то есть, без образования, ты на такие работы, ну, либо на склад, там, куда-то, правильно? На таких работах, после этого можно прожить. Такой вопрос. А, как ты рассматриваешь такую позицию? Приехать в Польшу, заработать деньги, там, на стартовый капитал своего бизнеса и открыть его в Украине? Ну, Да? Это возможно так? Как думаешь? Ну, в принципе, ты делячи себе кей-бизнес, в принципе, можно учить мне. Ну, это, как бы, нормальная идея, да? Приехать заработать, открыть, то есть? Или лучше поставить его заработать? Ну, открытий бизнес, это в любом случае, кращен, чем постоянно працювать, потому что тут уже гроши працюють на тебе. Питание в іншем, а, 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 можно заканчивать наш интерьер. Ну, ребята, если у вас есть какие-то вопросы, которые мы не осветили, да, оставляйте комментарии, пишите, задавайте вопросы нам, мы будем снимать новые видосы. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Все, па-па-па. Быват. little byes. Release knowing the plan, ка-па-па. la-у、 а-а, а, ка-па-пээр, Продолжение следует...